Я проводил опрос в сообществе на YouTube, в Instagram и Вконтакте. Вопрос был простой. Про что вам интереснее смотреть ролики? По-моему, 6 или 7 вариантов. И я был удивлен, но большинство набрал вариант железки. Обзор разного оружия. Обзоры так обзоры. Я сам люблю железки. Почему бы и нет? У нас здесь карабин, который существует уже около года. Это техкрим, который сделал свою арку. На самом деле, который, конечно, не арка, потому что много других технических решений, но общая схема аэросистемы. У них есть карабины 509 и 510 в калибре 345, который они сами выпускают, и в калибре 9х19. Он пришел с цевьем. Тайваньское, китайское. В целом ничего, но мне не нужна вот такая длинная планка. У нас есть магазин pschannel.ru. Я завел новый товар от компании Custom Guns. Естественно, прежде чем продавать его вам, я бы хотел протестировать его самостоятельно. И вот это у нас цевьё от Custom Guns. Формы, которые мы хорошо знаем по Сайге 9. Это цевьё для АЭР-платформы. Чуть-чуть покороче. Этот вариант сделан для тех стволов, которые 12 дюймов. Второй вариант тоже продается на pschannel.ru. Длинное цевьё. Это цевьё тоже можно установить сюда. Если я его сюда устанавливаю, то вы видите, дульник этот здесь уже не прокатит. Потому что он начнет газы пулять вот сюда. И тут все будет у нас уже запачкано. Это цевьё мы оставим для 223-го калибра. А вот это цевьё установим сюда волшебным образом. Сейчас мы сделаем. Фига себе. Цевьё поставлено. Сюда не подходит это цевьё, поскольку здесь своеобразный АЭР. Подточил само цевьё. Там есть выступ. В общем, оно сюда не подходит. Ну, вы можете поставить, но... Мне самому просто хотелось именно это цевьё, такой формы, поставить на данный карабин. Вообще он сделан по милспеку. Если вам всё-таки приспичит поставить вот такое цевьё на техримовскую арку, ТК-509 или ТК-510, то подпиливать придётся только в одном месте. Вот в этом месте есть выступ в АПЕРе. И нужно будет дремелем просверлить под него углубление. Тогда всё встанет. Я поставил это цевьё по той причине, что мне очень не нравится. Пикатиня вот здесь сверху. Я обычно кладу палец сверху, и мне неудобно. Ну, просто оно режет палец. Кроме того, палец оказывается чуть выше. И это цевьё мне привычно. Оно мне нравится по форме. Все, кто стрелял с цевьями каплевидной формы, прекрасно знают, что это очень удобное цевьё. Ещё одна причина. Вообще, зачем я занялся этим карабином? Потому что на нём самая мягкая отдача получается. Ну, какие-то чудеса творятся. Ну, век живи, век учись. Ребята покупали эти карабины на первом этапе. Первая партия была неудачная. Они имели проблемы с подачей, были проблемы с наколом. Но ко мне в группу пришёл один стрелок. И его карабин, во-первых, работает исключительно надёжно. Надёжнее, чем другие на аэроплатформе карабины. И второе. Его карабин вообще самый мягкий карабин из тех, с которыми я когда-либо стрелял. Я думаю, что главная заслуга здесь патроны. Американцы сильно увлекаются снаряжением патронов для девятки. Подбирают такую конфигурацию, что делают действительно проходящим её по фактору мощности. Но в части характеристик патрона он оказывается совершенно другим. В общем, 3,45 калибр в плане мягкости, он, пожалуй, наверное, лучший. Он лучший, чем 9х19. Супер стабильный карабин. Супер. Супер стабильный. Просто офигеть. По поводу этого цевья. Оно имеет разный дизайн. Мне было интересно, у меня никогда такого не было. Я вот такое ажурное выбрал цевьё с сотовой структурой. Кстати, забыл сказать, что к цевью идёт в комплекте две планки, которые можно прикрепить в нижнюю часть цевья для того, чтобы установить всё, что хочешь. Сошки, фонари и так далее. Если вы спросите меня, что у меня с голосом, то я поймал какой-то гнусный вирус, сижу дома и монтирую это видео. Но кроме сопли и кашля, он принёс ей кое-что интересное. Ведь теперь у меня голос чернокожей поп-звезды, которым можно рекламировать практически всё, что угодно. Что-то в этом роде. Великосплавное цевьё великолепно фиксирует руку и больше нет необходимости клеить противоскользящую ленту. И в отличие от ленты, это цевьё не царапает руки и не протирает перчатки. Форма вырезов выполняет сразу две задачи. Это обеспечивает плотное удержание и максимально облегчает всю конструкцию на уровне карбона. В цеве есть самых разнообразных дизайнов, но пока такое. В отличие от САГИ-9, ствол здесь находится строго посередине. На САГИ-9 ствол находится чуть-чуть ниже. Здесь небольшая есть планка с этой стороны. Сюда можно тоже смело крепить коллиматорный прицел, поскольку вот эта часть, она неподвижна. Она здесь очень прочно сидит. Сюда, наконец, я бы не ставил по причине того, что газы идут. Ну и потом мне не нравится, когда коллиматорный прицел находится впереди. Уменьшается угловой размер окошка, соответственно, и не очень хорошо получается прицеливаться, если это делать быстро или в неудобных положениях. Карабин очень легкий, практически невесомый, с этим цевьем, которое легче стандартного, в нем такое количество вырезов, что оно просто ничего не весит. Помните, когда были первые обзоры на СТМ-9 на 19, СТМ-9, и люди говорили, ну типа классно, конечно, все здорово, но он уродливо выглядит, у него магазин не тот, некрасиво выглядит с магазином. Там магазин был вот под таким углом. Большинство людей, которые, видимо, играют в компьютерные игры или просто не лишены чувства прекрасного, где красиво это вот сюда, а некрасиво это сюда, они предпочитали другой магазин. Ну вот, теперь магазин красивый, цевье такое красивое, такое ухватистое, прицельчик, ну вот все вместе, цвет такой титановый красивый. Ну это же просто красотень. Теперь у меня, как минимум, говорят, да, надежно работает ваше оружие, а ты отвечаешь, ну, во-первых, это красиво. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео и увидимся снова. Я буду скучать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!